О чрезвычайных происшествиях на Гродненщине. Трагедия обернулся отдых на природе для одной семьи Волковыского района. 19 июня супруги вместе с детьми проводили время на Зельвинском водохранилище, когда произошло локальное усиление ветра. Его порывом повалило дерево, которое придавило 43-летнюю жительницу Волковыского района. От полученных травм она скончалась. Супруг и дети не пострадали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося будут установлены Зельвинским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, повлекшим гибель женщины. Зельвинским спасателям поступило сообщение о том, что в результате падения дерева оказалась прижата женщина. Работники МЧС немедленно направились к месту вызова и установили, что под поваленным деревом находится женщина в бессознательном состоянии. Как рассказал муж пострадавшей, вместе с семьей они приехали в лес для отдыха. Около 6 часов вечера поднялся сильный ветер для того, чтобы не сорвало палатку, в которой находился ребенок. Супружеская пара удерживала ее снаружи. В какой-то момент женщина отошла от палатки и попала под падающее дерево. Работники МЧС распилили поваленное дерево, извлекли пострадавшую и до прибытия бригады скорой медицинской помощи оказывали ей реанимационное мероприятие. Однако успеха это не принесло. Медики констатировали смерть пострадавшей. В результате непогоды в Зельвинском районе сорваны кровли из жилых домов. Повалены заборы, пострадали линии электропередач. Сломанные деревья затруднили движение на железной и автомобильных дорогах. Председатель Гродненского облсполкома Владимир Караник экстренно выехал на Зельвищину. Развернут областной штаб по ликвидации последствий ЧАЭС. Спасателями проведены работы по распиловке и уборке поваленных деревьев. Оперативно было восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. Подготовлены места для размещения граждан, чьи дома наиболее пострадали от стихии. Объем ущерба уточняется. Глава региона держит на личном контроле ситуацию по устранению последствий разбушевавшейся стихии в Зельвинском районе. Если вы видите, что надвигается гроза с усилением ветра, плотно закройте окна и двери. Со дворов, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут причинить ущерб вашему жилищу. Машину припаркуйте в гараж или поставьте подальше от деревьев либо слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите стороной шаткие строения, деревья, линии электропередач. Воздержитесь от длительных поездок на автомобиле и по возможности останьтесь дома. В случае необходимости оказания помощи вызывайте спасателей по номерам 101 или 112.